В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Утверждение проекта межевания территории в администрации прошли публичное слушание. Молодежь, свобода и ответственность. 26-я студенческая конференция в Сарфти. В молодежном центре завершился чемпионат города по бадминтону. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошли публичное слушание по вопросу утверждения проекта межевания территории, ограниченной улицами Осипенко, Нижегородской, Гоголя и Маяковского. Документ предусматривает постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами, а также утверждение красных линий, разграничивающих жилые и нежилые зоны. На повестке дня публичных слушаний три вопроса. Большое внимание уделили 17-му микрорайону. Чиновники выступили с инициативой создания и утверждения проекта межевания территорий жилого сектора у аэродрома. Делается это для того, чтобы жильцы смогли поставить на кадастровый учет часть земель под многоквартирными домами. На сегодняшний момент у нас на кадастровом учете не стоит более 100 жилых домов многоквартирных. Вот из этих 100, 45 как раз касаются этого микрорайона. Для того, чтобы жители могли воспользоваться правом получения собственности, поставки на кадастровый учет, администрация сделала это все за свой счет. Речь идет о территории в районе улиц Осипенко, Нижегородской, Гоголя и Маяковского. За пару недель до публичных слушаний в интернете появилась информация о том, что квартал у аэродрома попадет под реновацию. Однако в администрации пояснили, что проект межевания территорий никакого отношения к программе замещения ветхого жилья новыми зданиями не имеет. Никакого отношения к реновации этого микрорайона нет. Это чисто выполнение своих обязательств администрации перед многоквартирными домами, чтобы у нас все многоквартирные дома стояли на кадастровом учете. Больше ничего. Частные вопросы публичных слушаний касались застройки на территории участка в одном из садоводческих обществ и увеличения площади разрешенной застройки в доме по улице Лесной. Новый раздел официального сайта ФНС «Налоговые уведомления» поможет определиться с порядком начисления налогов физлицам. Этот ресурс очень простой в обращении. Наглядно здесь расписан каждый налог. Его все показатели. Это налоговая база, ставка налога и прописаны также льготы. Из чего состоит уведомление, как происходит расчет, с какими непредвиденными ситуациями может столкнуться налогоплательщик, что изменилось в системе налогообложения в этом году. Новый раздел помогает ответить на самые популярные вопросы граждан. Причем получить необходимую информацию можно без регистрации и входа в личный кабинет. Мы можем увидеть механизм расчета каждого налога. Налога на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога. В каждом налоге прописаны налоговая база, ставки налога и сумма, подлежащая к оплате. Для желающих получить обратную связь по конкретной ситуации создан специальный раздел. Оставить свое обращение можно на сайте инспекции. Для этого достаточно указать номер налогового уведомления. Новый раздел может также рассказать об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу в этом году. Одни из таких касаются пенсионеров и других льготных категорий граждан. Если площадь земельного участка 6 соток, то налог мы не начисляем. И такой земельный участок в налоговом уведомлении не будет отображаться. Если площадь составляет более 6 соток, за оставшуюся площадь налог будет рассчитан. В этом году в уведомлении появилась строка «Налог на доходы физических лиц». Им облагаются те, из чьих доходов в течение года по разным причинам не был удержан подоходный налог. «Физическое лицо получит уведомление, где будет прописано номинование налогового агента и сумма, подлежащая к оплате. Квитанция к налоговому уведомлению также прилагается». Оплатить налоги следует до 3 декабря. Сделать это можно в отделении банка или онлайн. За несвоевременную оплату по закону будет начисляться штраф. Первый клип нового сезона проекта «10 песен атомных городов» выйдет 3 декабря. В записи видеоролика на песню «Марш веселых ребят» принял участие оркестр Саровской дивизии войск Национальной гвардии, коллективы и солисты из городов присутствия атомной отрасли, а также известные российские музыканты. Тизер нового видеоклипа размещен в официальной группе проекта в социальной сети ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр социальной помощи семье и детям объявляет набор в зимнюю группу школы замещающих родителей. Обучение проводится в форме тренинга, а также включает тестирование, индивидуальные консультации и лекции специалистов. Все занятия проводятся бесплатно. Получить дополнительную информацию и записаться в учебную группу можно по телефону 757-22. Сразу после новогодних праздников в Сарове пройдут традиционные серафимовские детские и юношеские чтения. Торжественное открытие православной конференции состоится в субботу 12 января. Как ожидается, в ней примут участие не только саровчени, но и жители других городов. Они представят доклады о святынях Нижегородской области. Порассуждают на тему духовной безопасности в современном обществе. Попробуют свои силы в православной журналистике. Полный перечень тем и направлений, которые будут затронуты в ходе серафимовских чтений, опубликован на сайте «Православный Саров». Заявки на участие в конференции принимают в Саровской православной гимназии. 3 декабря в Молодежном центре стартует благотворительный марафон «Город единства непохожих». В программе выставка продажа «Жизнь дана на добрые дела», мастер-классы «Искусство нет границ» и показ полнометражного документального фильма «Услышь меня о глухих людях в России». Молодежь, свобода и ответственность в Саровском физико-техническом институте прошла 26-я студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам. В ней приняли участие студенты 3-го курса физико-технического факультета и факультета информационных технологий. Конференция проходила в рамках первой студенческой стратегической сессии Саров 2035-2050. Подготовка к сессии началась в начале учебного года. Студенты должны были представить свое видение развития нашего города на ближайшие десятилетия. Молодые люди подготовили 12 работ, затем прошли обсуждения, результатом которых стали три доклада, которые на конференции представили членам жюри. Руководитель ВУЗа Анна Сироткина рассказала о том, как шли стратегические сессии в НИЯУМИФИ в Москве. В результате обсуждений появились краткосрочные курсы и мобильные практики для студентов. Совершенно не обязательно покупать дорогостоящие оборудования в каждом из филиалов. Можно просто группу студентов отправить туда, где это оборудование уже закуплено. И несколько наших групп уже посетили Треугорный, и мы также встречали команды Треугорного. Впереди у нас мобильные практики в Волгодонске, в уникальном совершенно ресурсном центре, где есть практически работающий реактор. Своё видение будущего города представил студент третьего курса Игорь Капунов. Вместе с партнёрами по команде он объяснил, как должна измениться инфраструктура Сарова, какие разработки нужно внедрить, как будет развиваться городская среда. Больше всего вопросов у молодых людей вызвала медицина. Основное, что хотелось бы, часто приходится обращаться за медицинской помощью, например, в Нижний Новгород или в Арзамас, чтобы у нас именно в городе здравоохранение вышло на новый уровень. Вот это больше всего бы хотелось. Работа шла с использованием максимального количества источников информации. Студенты опрашивали горожан, изучали стратегию развития Нижегородской области. Дмитрий Сёгин рассказал, каким он видит город в 2035 году. Это будет большой научный город, город с максимальным удобством и комфортом. Также здесь сохранится духовное и культурное наследие. Прежде всего, Саров – это и духовный город, не только научный. Расстановка приоритетов и создание стратегии – это серьёзные вопросы, которые требуют больших знаний и опыта. Студенты Сарфаты сделали в этом направлении свои первые шаги. Однако многое из предложенного ими можно внедрить уже сегодня. У православных верующих начался рождественский пост. Он продлится 40 дней и закончится 6 января в Сочельник. Это один из самых длинных постов, но в отличие от пасхального, более щадящий. В эти дни всё православное сообщество соблюдает строгую диету и духовно готовится к одному из самых больших церковных и семейных праздников – Рождеству. Подробности далее. Многие ассоциируют пост с ограничениями в еде, однако истинная его цель – духовное очищение. Это время верующий проводит, молясь и помогая ближним. Служители церкви считают, что по окончанию поста к человеку приходит настоящая душевная радость и телесная лёгкость. Тогда, когда ты видишь и чувствуешь, что ты стал лучше духовно, когда тебя радуют какие-то простые вещи в этой жизни – это тоже цель достижения. На время рождественского поста приходится празднование Нового года. И возникает вопрос, можно ли верующим отмечать его. В этот день в церкви проводят молебны, настраивают прихожан на то, что грядущий год должен быть лучше предыдущего. Праздник можно встретить за накрытым столом в кругу семьи, даже постные блюда можно сделать яркими и вкусными. Однако, по мнению священнослужителей, во многом Новый год стал светлым семейным праздником именно благодаря тому, что связан с Рождеством. Если Новый год – это рождение нового периода в жизни, который составляет год, то праздник Рождества – это единожды состоявшееся событие, которое изменило навсегда и Землю, и человека, и, собственно говоря, эпоху. Рождественский пост длится 40 дней и заканчивается в ночь 6 на 7 января с восходом первой звезды. Той самой, что указала Волховам путь к младенцу Иисусу. До самой главной ночи в году осталось чуть больше месяца. Новый год – праздник всеми любимый, всегда долгожданный и сказочный. Однако, не ко всем в эти волшебные дни приходят родные и близкие с подарками. По всей России живут сотни детей, бабушек и дедушек, которые нуждаются в помощи. И наш город – не исключение. Чтобы в новогоднюю ночь подарить им настоящий праздник, мы вновь объявляем о старте благотворительной акции «Мы помогаем». Чтобы сотворить новогоднее чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. Достаточно лишь иметь желание подарить окружающим настоящий праздник. Канал-16 вновь начинает благотворительную акцию «Мы помогаем». И в этот раз мы проводим ее совместно с депутатами городской думы. Радостно, что канал-16 с такой акцией идет, расширяет ее деятельность и на нас тоже. Людей, нуждающихся, у нас очень много. И каждый депутат на своем округе этих людей знает. Пусть это будет какая-то помощь, может быть, в некоторой степени символическая, но когда одиноким людям оказывают такое внимание, они это очень ценят. Мы это все знаем и реагируют на это очень позитивно. И как-то все наше общество становится немножко лучше. Впервые акция «Мы помогаем» стартовала два года назад. В преддверии больших праздников редакция нашего канала и неравнодушные жители города помогали одиноким пенсионерам, собирая такие необходимые для них продукты питания и средства гигиены. За это время продуктовые наборы и подарки получили не один десяток бабушек и дедушек. Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности. Потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судеб остались одиноки, настоящий праздник. Принять участие в благотворительной акции и подарить немного радости и волшебства людям, так нуждающимся в заботе и поддержке, может каждый сыровчанин. Для этого нужно совсем немного. Можно купить хозяйственные товары, продукты, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, чай, какао, сгущёнку, паштеты, сладости. Также можно приложить небольшой новогодний подарок. Календари, шарф, тёплые носки, подарочное полотенце или маленькую мягкую игрушку. Чтобы вы не принесли, это доставит искреннюю радость получателям. Присоединяйтесь к нам. Передать товары для бабушек и дедушек можно по адресу. Силкина, 41, второй этаж. Давайте дарить праздник вместе. Бадминтон – это вид спорта, который подходит для людей абсолютно разного уровня физической подготовки. Для одних – это лучшая форма эмоциональной разрядки после рабочего дня. Для других – возможность побороться за медали на спортивной площадке, испытывая немалые физические нагрузки. В молодежном центре завершился чемпионат города по бадминтону. За звание сильнейших боролись более 30 спортсменов. Городской чемпионат собрал как опытных, так и начинающих спортсменов. Один из участников, Денис Ершов, занимается бадминтоном 25 лет. За это время он неоднократно побеждал на различных соревнованиях, становился чемпионом Сарова. Денис Ершов считает, что в нашем городе созданы все условия для занятия этим видом спорта. Тренировки проводятся каждый день. То есть, народу есть где заниматься, проводят соревнования, люди выезжают на соревнования нерегулярно. Бадминтон стал популярен в нашем городе в 70-х годах. Тогда же и возникла Федерация бадминтона Сарова. Сейчас ее возглавляет Вячеслав Никитин. Тренировки для всех желающих проходят практически каждый день. Однако нужно понимать, что бадминтон – непростой вид спорта. Я бы его приравнял к быстрым шахматам. Здесь надо очень быстро думать, что делать. Возможно, это все затягивает потихоньку. То есть, поначалу кажется, что это все как-то так… Ну, что там, волочек попинать. А потом уже понимаешь, что, особенно когда играешь с игроками более высокого уровня, что не все так просто. В середине декабря в нашем городе состоится открытая личная первенство «Рафиац ВНИЕФ» по бадминтону на сетке. Такой турнир проходил в Сарове уже два раза. В этом году организаторы планируют привлечь участников из других городов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok